Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. На мой взгляд, одна из основных здесь трудностей заключается в том, что вы себя по большому счёту просто третируете. То есть вы себя третируете в каком-то смысле. Вы требуете от себя быть какой-то, например, то, что вам, образно говоря, 29 лет, а вы недавно закончили учёбу, у вас нет работы, вы не реализовали. Это всё вот как-то приводит к такой, может быть, мысли, к такой, может быть, позиции, что со мной что-то не так. Да? Что какая-то яра, условно говоря, не такая. Да? И это, возможно, то, что больше всего вас, ну, как-то напрягает, скажем так. А вместе с тем, вместе с тем, вместе с тем, за этим, за этой борьбой скрывается вы настоящие. Скрывается то, например, что вам хочется. Скрывается то, например, что вам нужно. Скрывается то, например, что вы нуждаетесь. Скрывается то, например, чего вы хотите. Скрывается то, например, что для вас хватит. То есть все моменты, все моменты, которые представляют себя вашу самость, вашу, ну, скажем так, самобытность. Вот за это у вас, как мне, кажется, скрытым вот в пересадости требованием к себе. Вот. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что... Нет. Мне кажется, что... Именно вот... Такое отношение к себе... В позиции, что я... Либо я... Либо я... Такая вот... Какой... Там пословно говорят... Не знаю... Я должна быть... Либо я... Какая-то вот неправильная. Ну, это вот... На мой взгляд... Как раз... Вот... В тот момент... Который вам... В... Который вам... Ну... В... Вас, я бы сказал... А... Больше всего в этих 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 этих. И, соответственно, вы не уверены в суде, потому что, на мой взгляд, не привыкли слушать себя и действовать соответственно с тем, что вы хотите. Позиция здесь, ну, в какой-то степени, чем-то эта позиция простая, чем-то эта позиция достаточно рискованная, потому что, ну, вы могли отвыкнуть. Вы могли, вы можете, точнее, быть непривычной к такой вот модели взаимодействия с, например, ну, например, с собой, с самой собой, да, например, либо, может быть, непривычной, в принципе, к такому взаимодействию с окружающим миром и с людьми. Вот, но самое главное, конечно, конечно, то, на что, мне кажется, вам надо обратить свое внимание, это на то, что вы, как бы, преследуете внешние цели. Вот, то есть, условно говоря, там, что такое внешняя цель, что, ну, что из себя, что из себя представляет внешняя цель. То есть, я не уверен в себе, а вот, я не уверен в себе, а я должен, там, условно говоря, потому что я не могу достичь чего-то. Вот, я не уверен в себе, потому что, там, ну, условно говоря, не способен добиться того, что считаю нужным, добиться того, что, ну, по моему мнению, необходимо добиться. Вот, и особо не важно, при этом, хочу ли я этого, да, вот, особо не важно, хочу ли я, не хочу ли я этого всего. Ну, важно, что у меня есть, ребята, какие-то требования, ну, я думаю, что не будет для вас секретом то, что, как бы, требования от требований от требований от требований, но, если вы, условно говоря, к себе относитесь, вот, так, я бы сказал, пренебрежительно, да? Если вы, ну, позволяете себе с собой пренебрегать, вот, то, соответственно, вряд ли у вас появится, будет возможность это делать и двигаться свободно. Поэтому, свои задачи, свои задачи, как психолога, я вижу в том, чтобы вам помочь прислушиваться. Это задача, как психолога, я вижу в том, чтобы помочь вам, научиться себя слышать. Вот. И мне кажется, что если в этом мы сможем преуспеть, а мы сможем преуспеть, если, ну, если вы возьмете. Как бы, если вы, если вы возьмете за цель, там, этого достичь, то обязательно этого, этого достичь. Вот. То притоку вы на выходе будете иметь, ну, более, я бы сказал, такое, знаете, ресурсное состояние. Ну, вот. Своё. Вы будете больше, более, более в ресурсах. Вот. Вот. Чем, условно говоря, официально вас сейчас выезд беспокоит то, что вы не обрадуете своих ожиданий. Вот. Либо это ожидания, там, ваших родных, либо это ожидания, там, какие-то, какие-то социальные, вот. А, ну, вас, условно говоря, там, не волнует, а, ничего другого. Ничего, ни что другое вас не волнует. Вот. А, и это, на самом деле, очень, ну, заобратно. Что-то заобратно, а, вот, это нормально, что-то заобратно, ну, потому что, извините, а, откуда взять силы, да, если, вот, вся энергия уходит на это. Ну, собственно, такая вот история здесь, и, я думаю, я думаю, что, в целом, такую рекомендацию можно дать. Вот. А, значит, что вы пишите? А, значит, так, мне 29 лет, я сутка не уверенен в себе. Ну, опять же, а здесь хотелось бы немножко более, а, более подробно, да? То есть, что, значит, я сутка в себе не уверенен? Что это значит? Что это значит? Вот. Потому что, ну, согласитесь, если вы говорите, что вы себе, не уверенен в себе, да, то, ну, как бы, есть предмет. То есть, вот, ну, словно говоря, есть что-то, что представляет вас как не уверенен в себе. Вот. Я бы не сказал, что вы сейчас как-то вот это раскрыли. То есть, ну, да, вы сказали, что я сутка не уверен в себе. Но откуда вы знаете, что это именно, именно не уверенность в себе? Может быть, это что-то другое? Может быть, это какие-то, ну, какие-то другие проявления? Не уверенность в себе. Не уверенность в себе. Не уверенность в себе. Не уверенность в себе. Вопреки вот тому, что люди, например, привыкли думать. Не уверенность в себе не является как таковой первопричиной. Первопричиной является, ну, является, как вам сказать, первопричиной является, в принципе, у всех одинаковая вещь, является первопричиной, да. То есть, указы, ну, указы, указы, в принципе, можно сказать, своё, но, там, по большому счёту, у всех одно и то же. Вот. Ну, это вот важно, вот что важно понимать, то, что знание причин, да, не помогает решать, ну, конкретную проблему человека, вот. Потому что отражение этого в основном сомнении, да, никак не влияет на решение проблем. Поэтому то, что вот вы говорите, что я в себе не уверен, ну, для меня это, я бы сказал, мне это ничего не значит, вот. Потому что, ну, как бы, что вы имеете в виду? А вот, что для меня важнее, что там в этой неуверенности в себе. Вот. Что там, условно говоря, ну, такого, что, ну, вас напрягает, так сильно, да, что вы, грубо говоря, не можете ничего делать или вы испытываете трудности в своей реализации, ну, например. Как-то вот такие важные, важные, на мой взгляд, ну, детали. Вот. Такой вот аспект. Такая история. Дальше. Так. Значит, я ещё работаю, и вдруг нахожу, то я отказываюсь, что я страх, я не справлюсь, не могу реализовать себя. Ну, почему такой страх? Ну, потому что, на мой взгляд, почему, потому что у вас есть вот эта вот позиция, что я должна как-то это сделать. То есть я должна каким-то образом это сделать. Вот. И. Эм. Если я сделаю это не так, как изначально, ну, допустим, как изначально, заду, заду, вот. Ну, значит, я, опт-на, как-то не такал. Эм. Вот. Соответственно, в чём ваш основной идёт страх, как мне кажется. Вот. И. Ну. Условно говоря, ничего удивительного в том, что, а это так, нет. Вы себе, ну, не позволяете расслабиться, не позволяете просто побыть собой, попробовать, как это вообще. Вот. А. И. Что я делаю. Ну, то есть я имею ввиду, в каком направлении я двигаюсь. Например. Так. То есть секрет, себя требует. Вот. Я должна, я должна, я должна, я должна, если я, там, если я не соответствую, то всё. Со мной что-то не так. Ну, а теперь страх. Э, так, ты на делок hatte шип. Так, как на делок, уже шип. Так, как на делок, я ошибок. Как бы ошибок? Эään. Каждая быть. Как бы ошибок, маники вот с был. И вот куда здесь. Не. Либо вы убедитесь в этом сами, например, либо вас научат жизнь, что без ошибок ничего не добиться абсолютно. И вам нельзя ошибать, чтобы с чего-то действовать. А вы если по всему ошибки себе запрещаете? Ну, опять же, опять же, да. Из-за чего вы запрещаете себе ошибки? Из-за того, что это сорвется вашему образу, который у вас формировался в сознании. Вот, ну, клаву клаве осталось, наверное, так далее. Ух, 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 вот. Как бы... Такая проблема здесь. Понимаете? Ну, как бы... Вот именно... Именно... Именно проблема. Именно сложность. Именно вот... Ну, трудность заключается. Вот. Вот. Как... Как опять же мне кажется. Знаете, то это как бы... Я... Я... Могу... Ошибаться. Я могу... Чего... Чего-то... Ну... Условно говоря, чего-то не понимать. Да? Вот. Но... Видится... Видится... Видится мне эта... Ситуация... Совершена таким... Таким образом. Вот. Дальше. Дальше. Значит... Так. Подскажите, как тебе настроить процедуру? Никак. Никак. Потому что... Вы... А... 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 Вы будете тросить.. Это... Мне кажется... Нормально. А... 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 Вполне... Т... Ну... Мне кажется... А... А... Мне кажется... Вполне нормально. Что... Что... Что вы... Тросите. Это... Естественно... Вот и, так как мне кажется, вполне нормально этого бояться. Ну чего-то бояться точнее, вполне нормально чего-то бояться. Вот это естественно. Другой-другой-другой вопрос, другой вопрос, как вы сами к этому относятся, к тому, что вы боитесь, и как вы хотите опять же чего-то достичь, если вы не будете бояться чего-то. Понимаем, что да. Скажем, что ли. Вот. Что ты мне тут? Что ты, о, вот, такой момент на мой взгляд. Трусость-трусость нам нужна для того, чтобы понимать диапазм. Вот. Словно говоря, если мы не анализируем это, не боимся, то как мы поймем вообще, что чего стоит опасаться, а чего нет. Поэтому, видите, вы даже в диапазм, пытаетесь себя поменять. У нас, конечно, не будет шанс. Дальше я боюсь, лейтенант не хочу на улицу выходить. Но, знаете, вот здесь то, что я хочу вам сказать, пожалуй, напрямую связано с вашей жизнью. Но связано это с вашей жизнью, знаете как, глобально. То есть, вот как многом есть у вас того, что вам интересно. Ну вот просто вам самое по себе интересно. Есть вообще такие вещи, которые вам интересно. Самое по себе. То есть, мне кажется, что лично у меня есть сомнения относительно этого. Того, что у вас есть вот такие вещи, которые вам в жизни интересны. По крайней мере, я понимаю в том, что вы их чувствуете, чувствуете. Я понимаю, что вы их ощущаете. Вот. И на мой взгляд, это довольно-таки проблематично, на мой взгляд. Вот. Вот. Если у вас, ну если у вас нет так вещей, или если вы не знаете о них, ну об этом, да. Это, конечно, проблема. Вот. Достаточно, ну, достаточно серьезно, как мне кажется. Поэтому, иначе здесь нужно, мне кажется, не того, чтобы искать, искать то, что вам, то, что вам, ну что, вот искать способы не трусит. Мне кажется, имеет смысл посмотреть на то, что вас может вдохновлять. Вот я бы, я бы, я бы так сказал бы. И, соответственно, это могло бы помочь вам двигаться дальше, ну двигаться вперед, скажем так. Вот. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Хорошо. Хорошо.